В эти дни проходит чемпионат профессионального мастерства среди учащихся колледжей Мангистауской области. Студенты демонстрируют свои навыки перед независимыми экспертами и потенциальными работодателями. Лучшие из них получат возможность устроиться на работу. Развитие темы в следующем материале у моей коллеги Тамары Степановой. В чемпионате по рабочим профессиям участвуют 22 колледжа Мангистауской области. Эксперты оценивают знания участников по 73 компетенциям. В частности, по графическому дизайну, пекарскому и швейному делу, ресторанному сервису, строительству. Для студента из Жана Узена Акмерия Сарсенгалиева это первый большой конкурс. В будущем юноша мечтает открыть свою компанию графического дизайна. Мусографический дизайн, да. С третьего класса мне нравятся IT-технологии. Сейчас учусь в колледже и вот участвую в конкурсе. Задания не особо сложные, я готовился. Серьезно занимаюсь графическим дизайном. В моем резюме есть самостоятельная разработка нескольких любительских платформ по работе с эскизами. Очень этим горжусь. Свои умения и навыки демонстрируют больше 350 молодых людей. В качестве экспертов потенциальные работодатели. В дальнейшем лучших из конкурсантов могут трудоустроить. При оценке будут являться хорошие студенты, которые в будущем могут получить работу в данной сфере. В том числе и у меня в компании, или в любой дизайнерской компании. Графический дизайн сейчас очень популярен, потому что компьютерная графика сейчас очень сильно развивается. В Манглосталской области активно развивается и сфера туризма. В гостинице, базы отдыха и рестораны на побережье необходим квалифицированный персонал. Инвесторы заинтересованы в профессиональных поварах, официантах, администраторах и аниматорах. Студенты проходят стажировку в отелях, им платят за их работу. На базе этого учебного заведения работает специальная программа. Мы набрали студентов по четырем направлениям. Отдел напитков и питания, работа с гостями, повара и кондитеры, а также спорт и анимация. Наши сотрудники обучали ребят в течение трех месяцев. Скоро будут экзамены и мы возьмем ребят на работу. Вот это кало-цветок, видите? Например, если вы сложите неправильно, он не встанет. Так есть критерия оценена, углы должны быть чёткими, форма должна стоять до конца. Не забывают и про школьников. Им организовывают экскурсии в колледже, где рассказывают о рабочих профессиях, не связанных с нефтяной отраслью. Последние 5-6 лет мы полностью прекратили подготовку кадров по нефтяным специальностям. Причина в том, что мы проводим обучение персонала, исходя из того, какие профессии будут необходимы в нашем регионе. Новые специальности, которые мы собираемся ввести в этом году – робототехника, мехатроника, система информационной безопасности. Мы также вводим новые специальности, связанные с агрономией, рыбным хозяйством и кожевенным делом. Кроме того, в этом году планируется подготовка специалистов в области гидрогеологии и возобновляемых источников энергии.